Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас с радостью приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной из проблем, касающихся содержания плодового сада в весенний период. Связана проблема эта с возвратными холодами. Как правило, в умеренной зоне возделывания плодовых ягодных растений активное цветение садов связано с возвратными заморозками. Конечно, на юге они пораньше прошли, ну а в нашей зоне косточковые только-только начали цвести, ну и семечковые на подходе. Существует несколько различных методов, связанных с защитой сада от возвратных холодов. Один из таких приемов, один из наиболее древних, известных приемов, это, конечно же, дымление. Когда разводят костры, во время горения костров образуется дым, дым содержит значительное количество водяного пара, и водяной пар не дает понизиться слишком резко температуре. Если температура ожидается до минус 5 градусов, то, в принципе, активное дымление в условиях безветренной погоды позволяет в значительной степени защитить сад от вот этого неприятного явления, как возвратные холода. А ведь возвратные холода в отдельные годы могут полностью оставить сад без урожая. Это очень опасно. В то же время существуют более прогрессивные методы, направленные на защиту завязей от холодов. Одним из таких простейших методов, который, как мне кажется, гораздо более простой, чем дымление, это обработка по цветкам и бутонам раствором борной кислоты. Для обработки борной кислотой необходимо взять всего лишь 10 грамм борной кислоты на 10 литров воды. Вот такая небольшая концентрация борной кислоты станет не только хорошей защитой пестиков, потому что чаще всего страдает пестик, он тоненький, такой нежный, страдает от этих возвратных холодов. И вот борная кислота должна попасть прямо на цветки, на пестики, и она не только защитит пестик от этих самых ночных заморозков, но также и станет хорошей борной подкормкой, которая в значительной степени увеличит завязываемость плодов. Это касается и земляники, это касается и косточковых, и семечковых растений. Среди современнейших методов адаптации растений к неблагоприятным факторам среды можно назвать использование иммунизирующих и повышающих устойчивость растений, в том числе к холодам, это такой препарат как Макс Иммун. Обработка этим препаратом даже за несколько часов до наступления возвратных заморозков ночных холодов в значительной степени позволяет увеличить количество завязей на плодовых ягодных растениях и на землянике, и кроме того увеличить сопротивляемость растений к заболеваниям в таких вот стрессовых для них условиях. И еще я вам один препарат очень прям люто порекомендую для использования, для обработки по цветкам. Это препарат, который называется Гулливер. Препарат Гулливер содержит живых бактерий, которые продуцируют натуральный, природный гормон растений, которые относятся к группе гибереллинов. Мы все знаем гибереллины, мы знаем, что они увеличивают количество завязей на томатах, завязываемость томатов, повышают устойчивость томатов к жаре, но в то же время этот препарат также хорошо действует и на плодовые растения, особенно в стрессовых условиях. Вы можете совместить два этих препарата, прибавить к ним 10 грамм на 10 литров раствора борной кислоты и сделать комплексную обработку. В таком случае вы обеспечите 120% технологии защиты вашего сада от вот этих вот кратковременных ночных холодов. Вы также можете использовать и препараты аминокислот, о которых мы говорили в одном из наших роликов, также совместно с этими препаратами. Добавляя сюда вот эти аминокислоты, о которых мы говорили в одном из роликов, вы обеспечите не просто 120, а все 150% технологий. То есть каждый из этих методов дымления, использование препарата Гулливер или использование препарата Максимун, или использование борной кислоты, или там аминокислотных растворов, уже значительно повысят устойчивость растений к возвратным заморозкам, ночным заморозкам во время цветения. Но если вы их примените в совокупности, то вероятность успеха повысится во много раз. Что ж, я уверен, что вместе с каналом Процветок вы без урожая плодов и ягод точно не останетесь. Примените эти меры, методы во всем своем саду, на всех своих садовых растениях, и вы увидите, насколько хорошим будет результат. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!